Приветствую вас и именно в вашем случае ждать не стоит, что люди, люди, вы, это свои мужчины, уже достаточно взрослые, сформировавшиеся, вот. И, как бы, мужчина вам достаточно ясно дал понять, что, значит, для него вы просто, ну, как бы, партнер, просто, может быть, сожритель, да, то есть, вот, и все. Не то, чтобы, не то, чтобы вы мужчине не нужны совсем. Не нужно так думать. Но дело здесь немножечко в другом. В том, что именно чувства у него, к вам, скорее всего, не, ну, не боясь, скорее всего. Потому что, как вы говорите, он не может отпустить свою жизнь, ну, и вообще холоден, и, как бы, довольно строго защищает свои личные границы, да. То есть, человек такой, достаточно твердый в своей позиции, вот. И, как бы, ничего не дождаться, по большому счету, потому что в каком возрасте люди меняют что-либо достаточно... Тяжело. Трудно. Я бы сказал, что со скрипом. Вот. Если можно так вот выразиться. Вот. Поэтому не стоит, не стоит надеяться, что у мужчины там что-то меняется. Другое дело, что вам, вам нужна нежность, как вы говорите. Вот это куда более серьезная проблема. Во-первых, для чего вам нужна нежность? То есть, у вас потребность во внимании получается достаточно серьезная, раз вы страдаете без нежности. Это первое. Первое. Второе. Второе. Если никто из вас в любви, там, друг другу не признавался, ничего, там, друг другу не обещал, да, допустим, что возникает вопрос, а почему вы вообще тогда от мужчины требуете, чтобы он вам эту нежность давал? То есть, ну, очевидно же, что мы, жена, вам ничего не должен, вы просто сожители и все. Изначально ваши отношения строились на том, что каждому выгодно и удобно. А не на эмоции, не на потребности делать для другого то, что хочет он, знаете, какая вещь происходит. Поэтому в этой ситуации я рекомендовал бы вам как следует, вот как следует, да, подумать вообще, чего вы просите, для чего и у кого. Знаете, потому что, ну, нельзя просить у человека того, чего он, ну, не может дать, никак. Да, вот хотел бы, да, но не может, вот не может и все тут, вот. Ну, не будешь же его доставлять, да, насильно, правильно? Ну, я думаю, вы с этим, я думаю, что вы с этим согласитесь со мной в этом аспекте, в этом моменте. Вот. Значит, дальше, дальше, смотрите, какая получается штука. Вам хочется чего? Вот вам, вам, самой, всего хочется. Что нужно? Что нужно? Вам, самой, ну, нужна, нужно внимание. Если вам нужно внимание, то подумайте, подумайте для себя, как именно это внимание вы можете получить самостоятельно. Сами, понимаете? Сами, понимаете? Сами как можете получить это внимание? Для себя. Вот. И тогда уже вам будут многие вещи, которые будут, понимаете. Понятно? Куда лучше. На самом деле. Если вы сможете определить, что вам нужно, что вам нужно для внимания своего. Вот. Что вам нужно для, так скажем, того, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот и все. Если вам это не нравится в этой, ну, в этой вот ситуации, то, соответственно, нужно будет в первую очередь, в первую очередь обращать внимание именно на себя. Понимаете? Понимаете? Не на мужчину, а на себя. Чего вам не хватает. В чем проблема, так скажем, ваша, а не мужчина. Вот. Понимаете? И все. И тогда, я полагаю, что проблем будет меньше. Вот. Значит, ну и, собственно, вопрос у вас такой, стоит ли ждать? Ну, а чего? Чего знать конкретно? Вот. Вы чего сами-то ходили для, ну, для себя? Вот. Чего сами желали бы для самой себя. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Это уже вопрос ответственности, на мой взгляд. Почему? На вопрос ответственности, ну, потому что, как-то так у вас получилось очень интересно, что вы без жилья были. Как-то вот у вас очень так интересно получилось, что вам негде было жить. Знаете, какая штука. Интересно очень. Вот. А это ответственность. Ну, точнее, отсутствие ответственности. За себя. Понимаете? Вот. Вот. И это, по большому счету, нуждается в проработке. То есть, вы тогда не несли за себя ответственности, когда остались, значит, что-то. Без квартиры. То есть, по сути дела, вы себя отдали в руки человеку, да, почти, ну, малооднакомому человеку. Вот. А сейчас вы чего-то от него хотите. То есть, не личные границы и ответственность за то, чего нужно именно вам. Вот. Что нужно именно вам. Понимаете? А так, ждать, ну, что такое ждать? Ждать – это на другого перевесить ответственность за себя. Да. И все. И ничего абсолютно не будет. Понимаете? Как? Ну, как. Получается. Вот. Поэтому, поэтому я думаю, что не нужно вам, не нужно вам. ожидать кого-то, не нужно вам ожидать кого-то, не нужно вам надеяться на кого-то. Опять же. Да. Вот. А просто определите для себя, чего вам хочется самой для себя. И берите это и совершенно спокойно получаете, вот как вот можете, да, как вот хотите, да. Вот так и получаете. И все. А если так ждать, то можно, знаете, и не дождаться. Вот. Или ждать, но очень-очень долго, и что будет тогда, это никому не известно. Вот. А счастливый, и счастливый-то хочется быть уже сейчас, правильно. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok